День первого президента Большинство жителей страны сегодня отдыхают, но лучшие из них собрались здесь, на форуме 100 новых лиц. Именно они по плану Назарбаева должны помочь духовному возрождению нации. Президент в этом году объявил о начале модернизации общественного сознания. Страна выбирала героев, которые, по мнению своих земляков, могут стать образцами для подражания. В этот список мог попасть любой успешный человек, независимо от рода деятельности, возраста и национальности. К примеру, полковник Кайрат Умбетов, заслонивший своим телом солдата от разорвавшейся гранаты. Или Сергей Лукашенко, физик-ядящик, разработавший новейшие методы радионуклидного анализа. Новым лицом Казахстана стал и музыкант Рахадби Абдисагин. Нурсултан Назарбаев сравнил его с Моцартом. Президент признался, что перед сном слушал произведения австрийского композитора, но теперь у него другой фаворит – Рахадби Абдисагин. С победителями конкурса Нурсултан Назарбаев разговаривал по-отечески. Талант – это труд, заявил он. Я не хочу сказать, что не все люди равные, не все люди талантливые. Даже на земле очень малое количество людей заканчивает университеты. Но ведь мир живет же планета, живет же планета. И поэтому молодежь должна быть целеустремленная. Нам нужны не обязательно университетские дипломы, нам нужны очень хорошие повара, за которых цепляются все, например. Если ты специалист в твоей профессии, тобой будут дорожить, тебя будут ценить. Вечером ты корейцы найдешь. Как заявил Нурсултан Назарбаев, пришло время для следующей ступени развития. Экономика на подъеме, бизнес в стране развит. Казахстан в мире знают и уважают. Пора заняться духовным возрождением. Президентская программа «Рухани Жангару. Духовное возрождение» включает в себя много пунктов. Например, переход на латиницу, воспитание любви к родине. Будут выбраны 100 сакральных мест Казахстана. Максим. Спасибо, Назар. Это был Назар Ахмаров. Сегодня в Казахстане отмечают День первого президента.